В выставочном зале Дома Гоголя продолжается выставка Лев Диканицын. Избранная, неизбранная. Теперь только в виртуальном формате посещений. 15 октября этого года ушел из жизни Лев Федорович Диканицын. И это огромная невосполнимая потеря для художественной, искусствоведческой, философской жизни России. За последние 20 лет художник создал великое множество живописных и графических работ. Ныне произведения Льва Диканицына хранят государственные и частные собрания России и мира. О жизненном пути Льва Диканицына рассказывает Ольга Владимировна Диканицына, искусствовед, старший преподаватель художественного института имени Сурикова, специалист в области исследований наивного искусства, куратор многих художественных выставок, коллекционер, но прежде всего жена и соратник художника. Ольга Владимировна, когда Льву Федоровичу было всего 10 лет, началась война, маленький Лев. Расскажите, пожалуйста, какими обстоятельствами жизни он остался с отцом? Где он жил в это время? Как это время отразилось? Потому что 10 лет ребенку – это уже осознанное детство. Она закончилась Льву 14 лет. Да, вообще он родился в 1931 году, и время было очень неспокойное. И самое главное, что... Ну, так случилось, что там родители разошлись, он остался с отцом, отец работал на железной дороге, и началась война, его послали в Архангельскую область, и там на станции он жил. И вот, представляете, отец целыми днями на работе, мальчик 10-летний, сам себе предоставлен. Ну, ходит там, учится в школу, а все время другое, не школьное, нужно было чем-то занимать. И он, вот будучи 10-летним мальчиком... Вы знаете, сегодня, когда смотришь на 10-летних детей, это совершенно не укладывается, как можно было вот так себя вести. Он с этой станции Исокогорка, это Архангельская область, ездил в Архангельск, в библиотеку, там сидел, читал книги, и он рассказывал, что ему очень нравилось смотреть журнал «Юный художник». И, видимо, вот чтение книг, смотрение изобразительного искусства в журнале же «Юный художник». А старший брат был уже на фронте. И он, в общем, погиб очень скоро, прямо вот в начале войны. И в память как бы о своем брате он хотел быть на него похожим. И брат был читалка ужасный и вообще очень талантливый мальчик. И Лев, он точно так же вот ездил в библиотеку, читал книги и возвращался вот из Архангельска опять на поезде. Ну, каждый день, не каждый день, этого я не знаю, но, по крайней мере, он это делал. И это, конечно, удивительно. В том состоянии, которое переживала вообще страна, война, столько всяких невзгод. Я думаю, что там и голод, и холод, что называется, был. Но, тем не менее, вот эта вот духовная пища, в которой он нуждался уже в то время, это, конечно, очень его характеризует как вот такую маленькую личность, которая стремилась к чему-то такому большому, светлому. И вот это вот качество у него сохранилось на всю жизнь. Он всегда чем-то был заинтересован, во что-то влюблялся. И если это его как-то уводило в какие-то другие иные миры, он в это погружался, и всё остальное для него уже не существовало. Ну, вот мы с ним прожили 53 года, и за это время я видела, как он менялся. Сначала он приехал в Москву, поступил в историко-архивный институт и учился хорошо. Почему сначала историко-архивный? Чем определился этот выбор? Вы знаете, он, конечно, хотел поступить в какой-то институт, где учат на художника. Но время было, в 50-е годы, время послевоенное принимали в основном в первую очередь участников войны. И он, ну что там, 16-летний мальчик, не поступил в один вуз, попробовал в другой, и он решил, вот пойду в институт, который ближе к Кремлю. И это оказался историко-архивный. Но история, в общем, тоже его интересовала, и он хорошо учился в институте, в аспирантуру закончил, защитился. И поработал по специальности. Поработал в архиве, там сначала начальником республиканского архива в Душанбе, потом в Вологду приехал, там немножко поработал. Но уже будучи в историко-архивенном институте студентом, но он понимал, что это как бы не совсем то, что ему хотелось. И он пошел дальше. И он пошел, в МГУ поступил на искусствоведческий. И тогда был вечерний еще факультет, в 50-е годы, и он стал там, в общем, учиться. В аспирантуре и в университете. Потом, когда вот закончил свою историко-архивную учебу и уже приступил к работе, он учился в университете, закончил. И когда он приехал в Вологду в архив работать, в общем, он решил, что он пойдет в аспирантуру. И поступил в Репинский институт, в Ленинграде которой, Академия художеств, в дневную аспирантуру. И, в общем, приехал в Ленинград и стал там заниматься. И, будучи аспирантом, он имел возможность присутствовать в мастерских. И иногда там что-то, так сказать, писать, наблюдать. И это, конечно, его очень как-то вдохновляло. Но я вот вам сказала, что он такой необычный был мальчик. Всегда вот что-то его интересовало. И самое главное, что ему хотелось открывать для себя новые миры. И в аспирантуре он выбрал для себя тему, ему утвердили, живопись рубежа веков, 19-20 век. Это были 60-е годы, хотя и, ну, такие как бы немножко приоткрывшиеся годы, но, тем не менее, в общем, цензура была ещё достаточно жёсткая. И после аспирантуру его там направили в Пермь, в художественную галерею. И там ему удалось... Вот я просто хочу показать вам книжку «Идейные противоречия в эстетике русской живописи конца 19-го, начала 20-го века». Я хочу вот ещё раз напомнить, что это была первая публикация, которая документально... Он архивист был, он умел работать с архивами, и архивы по этому периоду в академии художеств он очень хорошо воспроизвёл в своей работе. Вот эта публикация первая, которая открывала, немножко так приоткрывала занавес в этот период и к этим художникам. В профессиональной среде это считается программные поворотные произведения. Да, да, и это такой был бестселлер. В 1966 году в Перми издали эту книжку. Но не раритетная абсолютно. Она стала, да, раритетом, очень быстро исчезла. И, в общем, ну, очень такая насыщенная, наполненная документами работа. Такая вот научная работа первая была. И потом, когда он уже, ну, стал работать в музее, стал общаться с художниками, вступил в союз художников как искусствовед. Ну, в общем, дальше больше. Он себя очень активно уже вот приехал в Москву, активно себя стал проявлять как искусствовед. Выступал на обсуждениях, участвовал в каких-то тематических таких публикациях в журналах. Там искусство было, вот в то время творчество. Писоожество, работ, статей. Да, у него, ну, был автором там альбомов по творчеству художников, публикаций разных очень. И у него очень много друзей художников появилось. В общем, в конце концов, он стал рисовать, ну, графикой заниматься, а потом и живописью. И вот когда ему было, ну, 45 лет... Живописью он начал заниматься в Вологодский период еще. Да, да, но так очень робко, что ли. А вот когда он уже приехал в Москву, здесь, общаясь с художниками, он уже стал это делать более как-то осознанно, более направленно. И это вот увлечение у него в конце концов переросло, ну, просто в профессиональную деятельность. И в это время он преподавал физико-технической, физтехе московском. И уже начал работать как живописец и выставляться как живописец. И когда ему исполнилось 60 лет, ну, в советское время, понимаете, нужно было работать как-то, зарабатывать деньги, семья, все-таки у нас двое детей было. И он написал заявление, что он уходит из института. Все были его коллеги удивлены, потому что все боялись уйти как-то, в общем. А он уже, ну, как-то вот уверовал в свои силы, в свои возможности, и у него появилась мастерская. И он, в общем, с утра до ночи, что называется, стал заниматься живописью. И появились, ну, и друзья, и связи какие-то вот художественные уже такие. И ему стало очень хорошо. И, вы знаете, тут недавно в беседе со своей доченью младшей, она у меня искусствовед, работает в третяковке. Было у вас в семье ощущение, что, наконец, вот эти духовные поиски завершились, и завершились, разрешились они тем, что в чем человек нуждался. Вот став художником. Ну, да, да, потому что он настолько глубоко погрузился в эту стихию, что его уже на что-то другое соблазнить, там, допустим, написать статью, ну, выступить еще там можно, а вот уж, чтобы сесть за стол и писать текст, как-то ему это было уже неинтересно. И, вы знаете, вот мне дочь сказала, ты знаешь, мам, жалко, что папа не получил профессионального художественного образования. На что я, в общем, подумала и решила, что, может быть, даже и хорошо, что это не случилось, потому что, с одной стороны, он был человек достаточно эрудированный в плане развития искусства, а с другой стороны, когда он сам приступил к формотворчеству, к живописанию, то он стал для себя вырабатывать такой... Ну, освоение вот этой вот стихии, живописной, формальной, заставило его подумать о своей форме выражения. И он, ну, довольно долго ее искал, и, в конце концов, он пришел вот к своей такой стилистике, очень узнаваемой, и, по крайней мере, когда вот он на больших выставках участвовал, в московских там и другого характера выставках, его всегда можно было узнать. Да, он обрел совершенно неповторимый свой личный пластический язык, он узнаваем тут же. Да, и даже вот в последнее время можно отметить, что он вообще любил натюрморты писать, потому что это... Причем это все выдуманные сюжеты, выдуманные предметы и формы, но он этот составлял натюрморт так, чтобы можно было, погрузившись в него, вот в эту среду вещественную, вспомнить время, эпоху и подумать о существовании вот этой вот жизни, которая вокруг тебя, которую, с одной стороны, мы не замечаем, потому что она, ну, наша вот родная, близкая нас окружает, а с другой стороны, она очень точно характеризует человека, его мир, его мысли, его чувства. И это вот очень такая, ну, вот выработанная им форма разговора о жизни, о мире. И они всегда очень какие-то такие философские, глубокие у него получаются. Я бы сказала, что это жанровая жилпись. Да. Потому что он первый художник, то натюрморт сделал, превратил в жанровую жилпись. Там всегда сюжетность, там тогда драматургия. И, что удивительно, они становятся вне времени. Да, казалось бы, там есть символ определенного времени, но они над временем, потому что там всегда живые отношения, там всегда какие-то межличностные связи. Все очень живо и интересно. И вы, наверное, заметили, что он очень часто вводит скульптуру. Причем и... Отчеловечивая ее. Да, да. И причем это иногда и такая современная скульптура, и такие парафразы в античный мир. Античный мир. И вот эти вот пространства совершенно такие свободные, такие духовные, такие красивые, в которые хочется погрузиться. Вообще я не люблю, когда обсуждаю какое-либо произведение, говорить красиво. Для искусствоведа это такой... Ни о чем. Да, термин никакой. Но вот красота его живописи и его языка, она действительно очаровывает и погружает. И погружает. И она физически, физически ощутима. А меня когда-то по поводу красоты меня поразило название его работы. Она называлась «Гармония и красота как необходимость и свобода». И это фантастическое название, потому что это не просто умозаключение, это не просто название статьи, а это его девиз, по-моему. Это то жизненное гряда, то, чему он посвятил жизнь. И, в общем-то, я его вижу мысленным взором рыцарем, рыцарем, интеллигентом, настоящим русским интеллигентом. Слово «нулевые» совершенно дискредитировано. Который на алтаре «Гармония и красоты» принес все свое творчество. Это так, это безусловно. И дело в том, что и «Натюрворд», о котором мы говорили, и другие работы, они суть вся гармония. И вот эта информация... Вообще, находясь на выставке Тиканицына, всегда понимаешь, что любое душевное движение, любая эмоция, любое какое-то движение души, оно имеет пластический эквивалент у Тиканицына. Какой-то эквивалент, который он гениально нашел. И это завораживает. Это завораживает зрителя совершенно. Причем иногда, вы знаете, у него названия, и работы очень такие неожиданные. Ты когда смотришь просто на картину, ты думаешь о своем и как-то по-своему ее называешь. Но когда ты читаешь название авторское, у тебя сразу переворачивается как бы зрение и отношение к тому, что ты видишь, и ты начинаешь чувствовать такие пласты, которые ты не заметил. Какие-то нюансы, о которых ты не подумал. То есть они действительно очень такие многозначные. И этим они очень интересны. Причем иногда я вот просто наблюдала людей, которые смотрели на его работы и выбирали как бы для себя. И мне иногда казалось, ну вот человек выбрал, а можно было из того, что он видел, что-то более интересное. взять. Но потом этот человек, зритель, объясняет, почему он выбрал ту или иную работу. То есть она его задела именно какой-то такой личностной линией сюжета. И то, что каждый для себя находит что-то такое свое, потаенное, затаенное, не всегда высказанное, но сидящее в человеке и, может быть, даже постоянно напоминающее о каких-то таких событиях, чувствах, которые очень дорогие ему. Вообще, Лёва был, вы понимаете, очень такой нравственный человек. И я вот почему об этом говорю. Были ситуации, ну, в жизни у каждого человека очень разные, но он всегда выбирал как бы выход, за который ему было бы не стыдно потом. И это было иногда не всегда удобно. И он за этот свой выбор иногда страдал, но для него это было вот обязательно, потому что он поступить иначе не мог. Вот это, конечно, такое очень ценное качество в человеке, ну, которое не так часто можно наблюдать. Крайне редко. Ну, вот сейчас почему-то, да, оно стало редко, потому что человек поступает по ситуации. А вот для него ситуация всегда была связана с каким-то вот нравственным началом. И это, конечно, ну, вот как-то его всегда поднимает. И люди, которые с ним общаются, они, в общем, тоже все говорят об этом и всегда говорят о том, что он очень такой энергетически заряженный человек, с ним всегда интересно и разговоры, и какие-то просто вот сидения за столом, потому что он, ну, он вообще очень неординарный был человек. И с ним интересно и с его работами, с его картинами, потому что они, суть прямая проекция его характера. И они тоже благородные. Да. Да. И они ощутимы, что они созданы эстетом, глубочайшим эстетом. Да. Вы знаете, и удивительный его путь. Искусствовед, который стал художником, и в работах нет совершенно умозаключений, холодности, отстраненности, они очень живые. Такое впечатление, что он влюбился, он влюбился, например, в авангард начала века, и не смог его любить в качестве искусствоведа. Ну, конечно. исповедовать, буквально исповедовать, и путь художника. Ну, понимаете, его любимый художник был Пикассо. Да. И я вообще знаю, что очень многие художники считают, что этот художник для художника. Потому что он действительно был постоянно в поиске, и постоянно что-то такое новое для себя открывал. И Лёва, в общем, он тоже как-то стремился в своей вот этой деятельности художественной тоже не зацикливаться на каких-то найденных решениях, и всё время чего-то искал там, и сюжетно, и колористически, и в плане даже формы. И эта вот работа у него была постоянно. То есть вот когда бы ты не пришёл к нему в мастерскую, он стоит перед Мольбертом, и что-то, что-то там вот чирикает, 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 и иногда казалось, что он очень быстро пишет работы, а он параллельно писал несколько работ. Попишет, попишет, отставит, возьмёт другую, попишет, попишет, отставит. То есть это было размышление на тему, постоянное. И он обычно писал то, что его в данный момент интересовало, волновало, и это было всегда как-то, понимаете, вот актуально, почему было интересно рассматривать его картины, потому что они будили в человеке, пробуждали какие-то чувства. И чувства, эмоции, и воображения, и память, задействованы в другом. В общем, сегодня живёшь. Ну, не знаю, может быть, какие-то там даже ответы находили на свои вопросы, а может быть, просто было интересно как человек на эту тему мыслит. Да, они всё-то сюжетные, лёгкие, остроумные, как и сам Лев Фёдорович. И всегда некомпозиционный праздник. Каждая работа это просто золотое сечение композиции. Вот это вот удивительное, удивительное качество художника. Да. Причём ведь он писал много и просто сюжетных работ. Но, как правило, он вообще очень любил женскую натуру. и у него очень много работ, связанные с женской психологией, с её жизнью. Но женская судьба, она очень разная. и, как правило, как правило, нельзя вот так вот в лоб, что ли, рассказать о ней. Она бывает романтичная, она бывает и очень жёсткая, и бывает и мать, вот эта вот линия материнства у него тоже очень интересно разработана. Вы знаете, вот я когда перебираю в мастерской его работы, я всё время чувствую, что вот это прикосновение, оно настолько глубокое и настолько энергетически заряжаешься, что после просмотра мне иногда просто для выставок, допустим, которую мы делаем, нужно там подобрать ряд. И я мучаюсь до бесконечности, потому что ну, как бы отбираешь один блок работы, а потом начинаешь... У него очень много работ, просто безумно много. Начинаешь пересматривать другую стопку, и там находишь ещё лучше высказанные вот эту тему, да, вещи. Очень сложно. И начинаешь там их как-то опять выстраивать. И вот это выстраивание до бесконечности длится несколько дней. И вспомнила себя у вас в мастерстве. Хотя нужно, допустим, ну, 30 рамок отобрать. невозможно. Отобрать невозможно. каждый шедевр. Да, потому что влюбляешься в каждый вариант и очень долго думаешь, какую лучше взять. Ну, вот мы сейчас находимся в контексте выставки «Избранная, неизданная», и название это, потому что многие-многие работы представлены и здесь, показаны впервые. премьерного показа. Ну, это последнее десятилетие работы. И они... И здесь очень много работ малых форм. И вот именно в этих работах художник чувствовал себя очень легко, потому что не было обязательств перед большим полотном, холстом, форматом. И он работал весело, игрово. Да. Вы знаете, даже вот искусствоведы, когда приходили к нему в мастерскую, и он им говорил, ну, вот, выбирай себе, что-то на память. И это была мука. А это была для них мука, потому что, ну, просто вот приходило до того, что в конце концов они говорили, знаешь что, выбери сам. Потому что выбрать было невозможно. Все нравилось. Да, да. Понимаю, очень хорошо. Ольга Владимировна, хочу вам сказать, что для меня была высокая честь быть куратором четырех выставок Льва Диканицына. Я счастлива была. Все эти случаи прикоснуться к творчеству Льва Федоровича Диканицына. И для меня счастье было приехать к вам в мастерскую. Счастье было смотреть и мучение выбрать для работы, потому что они все прекрасны. И счастье было находиться среди его работ. И это всегда праздник. Всегда праздник и счастье. И мне кажется, что публика, самая широкая публика должна продолжать открывать для себя имя этого великолепного, уникального художника, деятеля культуры, деятеля российской культуры, выдающегося и художника, и искусствоведа, и критика, и философа. И философский взгляд Дика Нитсона, он, конечно, остался в его живописных работах. И, безусловно, искусствоведческий его знаменатель вкус, выбор искусствоведа остался в его работе. Но это все было продиктовано таким горячим чувством, такой любовью, такой чувственным восторгом перед жизнью, и что это очень-очень-очень передается всем посетителям. И после первой выставки у нас люди просили и спрашивали, ну, когда же будет повтор? Приходили, писали, писали. И вот каждый раз, когда выставки открывались, это был праздник для тех людей, которые были посетителями на предыдущих выставках, и новые-новые-новые люди влюблялись в этого замечательного художника. Мы были счастливы каждый раз, что мы помогаем найти любимого художника. Олег Федорович становился именно любимым художником. Вы знаете, Лариса, я очень благодарна вам за то, что вы, проводя его выставки, каждый раз его открывали с какой-то особой стороны, какой-то новой грань его творчества. И все эти выставки, они были очень интересными. И действительно, вот я думаю, что если у вас какие-то там постоянные зрители появились, которым нравится творчество Льва Федоровича, ну, это вот ваша заслуга. Спасибо. Можно очень много говорить, но в связи с тем, что Льва Федоровича не стало вот 15 октября, это совсем-совсем вот недавно, и у меня какое-то еще такое состояние неуспокоенное и не сформированное. И я хотела бы сделать какую-то его ретроспективную выставку и, может быть, даже публикацию о нем, как о человеке, о художнике. Ну, вот я еще в таком состоянии нахожусь, когда с одной стороны мне очень дорога, конечно, память о нем, и я постараюсь как-то ее зафиксировать, а с другой стороны вот эта выставка, она получилась как бы посмертная, то есть он ушел 15-го числа, а 16-го она открылась. Это первая мемориальная выставка Льва Федоровича Деканицына. Первая мемориальная. И она вот я сегодня еще раз посмотрела на нее, она, конечно, удивительная. То есть говорит о человеке очень живом, который внутри себя нес интерес к жизни и радость жизни. И это, конечно, вот самое такое главное в его личности, в нем как в художнике, как в человеке. И для меня это очень дорого. Это очень дорого. это очень дорого. Насколько это, это очень дорого. И для меня это очень дорого, и для меня это, и для меня Продолжение следует...